корейская культура это как другая планета древние традиции уходовых ритуалов отражаются в современных косметических линейках взять к примеру уход за лицом одно только очищение состоит из десяти этапов чем кожа более очищена тем больше она сияет тем она воспринимает все остальные средства гораздо лучше первое что приходит в голову это пенка они могут по консистенция отличаться да какая то быть более густая какая то более легкая все они естественно работают на очищение к нашей коже самое главное средство которое к нам пришло которое было непонятно вообще зачем нужно это гидрофильные масла это единственное средство которое растворяет макияж на нашей коже то есть если мы просто возьмем пенку до конца мы не очистим кожу после гидрофильного масла сразу допустим мицеллярка не рекомендуется берите пенку и смывайте остатки если у вас осталась тушь берите специальное средство для туши и смывайте остатки туши или мицеллярную воду она сразу хочу сказать тонер тоник не заменяет ни в коем случае не другие функции абсолютно то есть после того как вы умылись там после пенки вы очистили водой и через какое-то время обязательно вы возьмете тонер для чего вы нанесете тонер для того чтобы восстановить гидробаланс кожи потому что все эти средства про которые мы говорим до гидрофильное масло пенка они все разрешают наш защитный слой но без этого никуда а чтобы его восстановить нужен обязательно тонер тонер может быть еще вот в таком виде в виде миста спреи как правило в течение дня необходимы потому что они нас от сухости защищают и в то же время они не нарушают наш макияж я могу использовать за утро 23 тонера сначала наношу вот такой вот жидкий тонер через некоторое время я подойду могу нанести еще один а потом еще третий и меня собственно говоря не смущает что у них разные допустим наполняемость один может быть гиалуронкой другой может быть там с коллагеном третье может быть ласточки на гнездо там или какой-то морской коллаген я всегда говорю что не бойтесь совмещать все эти компоненты потому что корейская косметика она гипоаллергенная и они прекрасно друг друга дополняют производители корейской косметики так часто презентуют новинки что не успеваешь даже запомнить название продуктов и дело здесь вовсе не в маркетинговых уловках просто кожу необходимо постоянно удивлять отсюда и тенденция выбирать уходы из разных брендов а нашу привычку пользоваться одной линейкой одной фирмы корейцы считают неправильной нельзя зацикливаться на одном и том же даже если вам это сильно нравится вы купили всю линейку вы пользуетесь она вам там к примеру нравится проходит два месяца вы должны понимать что за два месяца вы должны это использовать чтобы ваша кожа как бы перестроилась на чтобы был эффект понимаете а потом вы к своей этой линейки можете вернуться заново пусть она у вас там стоит день в холодильнике ничего с ней не случится крем любой крем в открытом виде срок годности год а если в холодильнике то это будет сохраняться еще как бы гораздо дольше то есть отведите просто отсек обязательно для косметики пенки например гидрофилка как бы не нуждаются в этом а вот это все что вы наносите уход как бы такой же до серьезные очищение уход это все должно храниться в холодильнике